И вот оно начало, можно сказать, конца. Первая игра из последнего Best of 3 сегодняшнего дня, и она должна быть очень и очень интересной. Команда Ice, которая только что еле-еле очень странно проиграла команде Swag, свалилась в Лузер Брекет и встречается там с котами, которых тоже не часто увидеть в Лузер Брекете. Посмотрим же, на что готовы эти команды. Со мной целых два Сокастера, и именно им я дам вообще любую свободу. Чего хотите, то и говорите. Итак, МС Макаров, он же Павел, и Банни, он же Эдуард. Здравствуйте оба, вперед. Приветствую. Нападайте. Нападать пока не на что. Видимо, 4 пика. На внимательность зрителей нападайте. Инженер против Моа у нас. То, что мы ждали уже несколько игр. Мы видели инженера, но никак Моа не могли пикнуть. В банах у нас Паразит, Пестелинс, Паппет, Мастер и Рапсодия. Гена забанил Рапсодия, потому что ферст пик был у Айсов. Он решил не рисковать. Паразит, Архитайгер, каждую игру сегодня банил. А вот Паппет, Мастер, не знаю еще, может от Swag в след остался. А может, Тенди немного надамажил, да? Да. Ну, в лес-то Катык по-любому, кого-то пикнут. Только вопрос, кого будет. Это либо Балфагор, может, лесной. В исполнении Квая. Может, Кипер. Но кто-то будет в лес, я думаю, пикнут по-любому. Бабблс Инженер Мид, Бабблс Хард, остался FF Квая. Тут что-то бомбером понесло. Ну, кстати, бомбера я в исполнении Квая видел несколько раз. Но успешного, к сожалению, не получилось, по-моему. Хотя, может, и получалось, но не на моей памяти. Так, что же вы... Сейчас баны идут, Монквин от Архитайгера. Гринекса банит Генка. Ну, у Легиона есть лесник, у Хеллборна пока нет, но я думаю, будет. Без лесника не хотелось бы встречаться. Кстати, что-то с Твичом явные проблемы. Начал он поддропывать и все жалуются. Я смотрел, видел люди на лаги. И, видать, что это действительно с Твичом случилось. Потому что у меня при стабильном канале исхода Твич возвращает потери кадров. Я думаю, что их сервер просто не справляется с классностью наших игр. Ну, не исключено. Ну, с разменом трона, походу, сервер там вообще упал. Смотрел же внимательно сервер, конечно. Будет ли это Хага Хардлайнер, либо Хага Изелайнер? Я, кстати, напомню, что не видно в новой сцене пикинг фазы чат не видно. То есть все баны надо озвучивать. И я их озвучу, собственно. Гена Гринекс Кракен Кипер. Чтобы что? А, Хардлайн Нигера Кипер. Они хотят. Типа тяжело будет его убивать с пассивным лесником, наверное. Репульсер Дранкин Мунквин от Архитайгера. И ФП второй стадии пика для команды Айс. Это будет Ревенор на дабл-мид под Моа. Противостояние Ревенора с Моа против Пэблса и Инженера. Я тут даже не знаю, на кого ставить. Ты знаешь, очень часто большой винрейт у Мастера Вармса против Пэблса благодаря минус армору. Да, да. Здесь, кстати, может это сыграть хорошую роль. Потому что у Пэблса очень мало брони. А под Зеленкой и Стан плюс Ревенор. Как бы там у него свой микростан плюс второй стан. Очень долго могут задержать на этой Зеленке. И будет очень неприятно Пэблсу, конечно. Темпост-Фараон сразу. Ну, Парна и Серхага, получается. Да. А не Али. С Тампа-Ромпа он как раз на... Да, после Темпоста был сразу пикнут Фараон. Естественно, это как... Такая контра Темпоста, одна из вида контры. Крайне мере, в начальной стадии игры. Почему-то все еще Клай показывает Балфагора, почему-то... Балф, конечно, классный персонаж, но Сильлинг... Хотя в эти ульты он клеится неплохо. И как такой, типа... Ну, придется, Лейнис. Ну, что тогда давать Аффу? Да, Лейнис ему придется. Афф тогда будет Сулуизе, Бабл состоит. Пожди, или нет? Не полнее. Мне кажется, девайс будет Балфагора. Нет, это точно Аффа. Конечно. Там просто взяли, что-то не знаю, зачем он Балфагора показывает. Но сейчас будет какая-нибудь Арахна. Вот только хотят сказать Арахна. Ну, кстати, Арахна так-то не суперкрута против того же Фараона. Не суперкрута. Фараон, в принципе, на шестом в состоянии убить. Да, в состоянии. Но это стоя, конечно, стоять. Арахна загнобит, конечно, того Фараона. Но в плане эффективности Фараон, как только получит шестой, то будет либо хороший какой-нибудь гаг на мид, либо, может, сам убьет Арахну. Хотя, вряд ли он сам убьет. Ну, посмотрим. Фараон, если они экспаются одинаково, то Фараон убьет Арахну раньше, чем гнать. Ну, Фараон не будет экспаться. Ну, не будет, конечно, она будет его гнать, сильно будет. Да, да. Поэтому здесь... Особо Фараон не пошикует на своих орлайнах. Весь экшен будет, конечно, у нас на медиа. Это... Пеблос-Равенор противостояние. Да. И там будет, я думаю... Ну, Баблос-Хага, я думаю, будет тоже интересный замес. Да, кстати, Баблос-Хага я всегда как бы даже делал акцент на Баблос. У Баблос больше... Баблос сильнее, но Хаги уже научились. Хаги уже научились. Собственно, Баблос сильнее только по одной причине. Рынжа первого скила. То есть, он может харассить с большего расстояния, а Хага не может харассить с большего расстояния. И тычка, не знаю как, но, по-моему, у Баблос она как-то побыстрее вылетает. Немножко, чем у Хаги. И, в принципе, если Баблос не будет качать третий скилл, а это будет конкретно первый плюс второй скилл, то он... Скорее всего, сдохнет от Офелии. Ну, да, может и от Офелии сдохнет. Но один на один, конечно, он должен выиграть Хага. Конечно, еще будет много зависит от Офелии. Если темп, мы знаем, это конкретно как больше он фармить будет в начале игры. То есть, будет стараться вывести быстрее свой моноринг. Ну, ГПМ хороший держать. То Офелия, конечно, она не сможет противостоять темпу 100 в этих критериях. По фарму она проигрывает. Но зато с гангом может что-то и быть. Да, да. Вот с какими-то гангами, я говорю, что будет у Легиона, очень многое зависит еще от Офелии, начальной стадии игры. Как она себя проявляет в своей фазе гангов. Я думаю, что, учитывая то, что ФФ здесь не на крэйзи фармиле, тут пол игры, а то и всю, Куай будет лидировать по ГПМ. Ну, до определенного момента, понятно. Да, это будет стандарт от ФФа. Там фастом стимы и энергайзер, конечно. И потом, ну, ТП-шка будет всегда при нем. И фармить нечего. Поэтому ГПМ там не будет 500. Да это и арахна, там вообще 500 никогда не будет. Да, он будет стоять на линии, спокойно выигрывать. И в нужный момент, естественно, будет ТП. И как он это делает? Какой-нибудь замес интересных файт будет. Там уже все готовы. ПГ плюс Р. Все нажали. Лайнап я не думаю, что нас как-то удивит. Он вообще супер логичный. Да. Ну, кстати, вот началось. Мы увидели уже один раз Миггимана. С немного впульным регеном. Да, тут опять 9 багров. Похоже, он планирует выиграть у арахны. Ну, это не Хронос, конечно. Против Тарта, который... Ну, по крайней мере, не выиграть, но он планирует стоять на линии дома. Крепко, да, стоять. Да, это уже заявочка такая. Его впулили на 250 монет. На почти 390. Да. 290 монетов. Гена и Артур борются с деревьями в лесу. Как ты это определяешь? Три по... Там вообще своего регена у него нет. Его впулили на 400 копеек. А, его все впулили. Своего регена вообще нет. 9 бобров. Да, я не говорил, что у него 3 бобра. Его впулили по 370 копеек. В него впулили. Ну, они так уже делали с Офелией. Мы это видели на Хроносе. Точно так же его пулили очень мощно. Но тогда он сделал игру. Посмотрим, сможет ли он сделать игру на Фараоне. Это будет, я думаю, посложнее, чем на Хроносе. Да, и теперь Офелия, естественно, вообще будет так. Ну, она все будет нормально чувствовать, но она вообще без ничего. Странно. Офелии в прошлый раз было 2 тотемчика и маны. А, вот она их и ведет. Да, да, 2 маны, 2 маны. Очень сильно пулевает. Но при этом архи хорошо очень играет на Офелии. Ну, ту единственную игру, пока не которую мы видели, можно сказать смело, что игра была сильная. Именно его исполнение. Поэтому, в отличие от Кэтсовского и Офелии, да, в отличие от Квая, который все, ничего не покупает, не саппортит и формит 400 гп на Офелии, ну, там, в мидлгейме, это не такая Офелия. Но, хороший микро, много гангов, вот, это показывает архитагер. Ну, есть уже 2 таких небольших деф-варда на мид и на, естественно, нижнюю линию, чтобы, конечно, Офелия не загангала. И теперь Офелия будет трудновато. Кстати, темп просто чуть-чуть подровняли, чтобы было ему фармить, чтобы не вырвался сильно вперед от Офелии. Сейчас будет дабл стак и пойдет на втором левеле уже фармить грифонов. Грифов. Да, грифов. Там, архитагер удивился, что вот эти все деревья вырублены, спрашивал там, случайно. Метеорни, метеорни прокачал, да. Ну, ситуация в колорах на его фараона почти равна. Ну, благодаря куче лишних бобров он, конечно, в состоянии контролить. Уже 2 бобра он съел, но еще время есть к хп. Да. Линию, конечно, ФФ так пропушил немножко сейчас. Два рожьего крипа. Ну, пока убивать он фараона не будет. Он только вот отгоняет, харасит. Ну, на пятом, конечно, оно сильно уже будет так-то набить, потому что колдауна не будет у первого скилла. Боря нашел вард, снимает. Успеет ли он? Да. Угу, будет респик. Ну, у меня есть тоже одна история. Я сегодня уже вспоминал DreamHack летний, где играла команда ДМ тогда. С Тейгрином они проиграли и тоже заняли, по-моему, второе место, как и множество других турниров. И там как раз Майнац, очень известный тоже темп, с хорошей фармилой, ему провалили весь лес, кроме одного самого, ну, за Легион, слева самого большого респа, вот этого, который я сейчас показываю в кадре. И он на нем 350 кпм делал. На одном респе. И это было круто. Проигрывается сейчас немного мид у Легиона, потому что Моа ходит в Низе. Здесь есть въезд по Ревинору. Контр-въезд будет ли по Инженеру, скорее всего, нет. Ревинор пытается развернуться по Еблсу, но будет ладлас для команды Кэфс. Это отличные новости для всего СНГ-комьюнити, прямо скажу. Да, очень хорошо все за Теймили, Инженер, пушечка, по-моему, почти все там. Там пару, там, или последнюю секунду. Там очень хорошая третка была, да. Да, она все замедление выдала, и Ревинор просто никуда не убежал. Ну и по Крепстат у него, когда было 7-1, у Поблса уже было 11, конечно, по Крепам. И что-то какой-то план, какой-то план. Не хватает на ТОС. Заливал, заливал, но не хватило. Если бы был, то, наверное, был бы фраг. Ну, или значительно более впечатляющий Харас. Хотя, наверное, фраг все-таки. Все-таки, наверное, фраг. Там ничего нет у Моа. Пустое. Но коты начали хорошо, это радует нас. Фараон приобрел себе сапог. Бобров у него еще предостаточно. Еще 3 бобра и 1 хилка. Но по Крепам, конечно, уже проседает, да. 19 на 11 против 11-1. Это неудивительно, конечно. Вот Хага приобрел опять левел. Сейчас будет активный Харас фараона. Фараона? Ты про Арах, но Хага тоже приобрел опять левел. Но это слишком далеко. Еще и Фарон за себя. Хага не верьте. Хага тоже приобрел опять левел раньше, чем Бабус, кстати. И причем так сильно переденайл Массера Шулу. Заметно. Ну, в 2, собственно, по Крепам он его переденайл. Блинкается, харасит, все делает. Да, активно. Хага очень... Ну, Хага надо прессинговать, иначе она проигрывает. То есть, если ты осторожен, чеешь на ренже держишься, Хага проигрывает. Если прессингуешь, попадаешь все время с анаром, вот кидаешь там до, тыкаешься и так далее, и так далее, то ты сейчас это будешь выиграть. Одно уже такое положение, как из лейн должно тебе давать повод на агрессивную игру и как-то быковать на этого балла. И правильно все делать. Массера хочет, хочет выиграть. Тут Офелия подходит на мидлайн. Возможно, какое-то будет изменение ситуации, потому что Равенор почему въезжает в инженера, я не знаю. По-моему, Пабебусу было повыгоднее. И помощь от Фараона посильная пролетала мимо. Сейчас зря давит в Паббулсу, надо уходить, да, он уходит. Ничего не получил. У него ботинки и Равенор, конечно, вынужден ретираться. А Фараон стопа-то идет. Да, он встречает. Фараон так-то. Фейлстана и Фейлстана. В ответ-то, да, лояльные ребята очень пообменялись с Фейлстанами. Здесь есть Офелия. С Офелия, кстати, что-то можно получиться. Здесь еще и Фараон, и вместе они, конечно, сделают этот флаг. Адмайстер теперь один-один, вот такой. И убил, и умер. Зажали очень сильно Ардмейстера. Да, но и Стан, конечно, он потратил. Это было... Ну, Равенор в ответ тоже промахнулся, но Офелия сейчас получилось пополезнее. Ну, с другой стороны, и благодаря этому гангу она и темпост обогнала, в общем-то, по... Арахна шестой взяла, я взяла на Фараона. Нет, не медаль. А Фараон-то, собственно, по тауэрам и с ТП-шкой. То есть, тут тоже знает, где находится, в какой позиции. Если будет эта ульта от Арахна, там мгновенно ТП на базу, и прощай. Ну, вообще, хочу сказать, что ФФ, конечно, перекрипывает Хагу. Ну, ему здесь и легче, он стоит Арахна против Милишника. Понятное дело, что там внизу значительно более серьезная война. Бабл с шестой взял. Здесь Бабл с шестой против Фраги, но... На Медлане снова попытка въехать. Откинул Равенора по Офелии. Офелия пытается замедлить Пеблса, Пеблс на ботинках. И уйдет, но пошел не в сторону Хосты. Здесь Хоста вверху, которая, может быть, позволит... Или нет. Вот такие вот варианты, я думаю. А вообще, да, это да. Это Фраг на Пеблсе. Он отмахнулся станом, но боюсь, что никак ему жизнь это не спасет. Вовремя взятый шестой вал от Офелии, позволил нахилить лишнего ХП, и, походу, тут никто не умрет. Да, да, это даблкил. Оба килла достается Мастеру Вармсу. Мы знаем, во что он инвестирует 900 копеек, но если нет, то это какие-то уж слишком ранние ботинки для ядро. Ну, пацан просто раньше 15 минут обычно не берет. Пропал Вижен, но котов на топе, они не увидели Хосту. Из-за этого такая ситуация сложилась. Из-за этого не так хорошо все получилось, да. Арахна седьмая, а Фараон шестой. Если тут хорошо станут звезды, то в зависимости от раскачки Фараона... Вот, да, на седьмой он скачает Хеллфайр на четыре, и Арахну, я думаю, может и убить. Ну, чуть усиляется. Афрф, конечно, со стимбудцами на страджу здесь будет 900 хп. И 900 это немало, но с другой стороны у Фараона первый скилл дамажит косарь, если в одну цель. Там 960 дамажа он наносит, по-моему. Это очень болезненный скилл, и... Фараон ушел от Арахна. Решил, что лучше он поганглит. Медит, пебулся, да. Целится. Там на первом желаю полторы... А, две тысячи ранджи. Да. Сейчас Филер должен был. Нет, в Генке есть вард, он видит хайграунд. Собственно, фараоны видели. Просто мы рядом стояли, может он зацепил бы двоих в коробку. Вард контрвард от Адроу, но не угадал где. Решили пушить нижнюю линию команды Легиона. Но там Темпес подошел. Да, тут есть Темпес, Бабблс, и подходят инженеры. Сейчас мужская какая-то будет драка. Бабблс может влупить из классную ульту, в принципе. Сейчас будет по Афеле вес, скорее всего. Она, кстати, без ульты. Эх, получилось почти бы, да, был ульта, но вес получился только по Афеле. Второй хагу не зацепили, и Тауэр не заденайли. И Тауэр не заденайли, слишком заняты были. Хага без ульты, кстати, сейчас бы мог быть очень неплохой ульт. Ну, смысла нет, она уже не заберет. Опа! Баббрас, хушали! Я тут пряталась, я не хочу. Может, увидел. ТП домой. Ну, увидели, увидели. Но нечем было среагировать в точности. Т1 упал у команды Хеллборна. Сейчас еще один Т1, похоже на подходе на мидллайне. Да, очень сильно ВФ опережает хагу, почти на 20 крипов, на 18. Ну, с другой стороны, при этом это всего 40 гп, пока что не критично. Ну, таких супер важных айтемов, ну, серьезно, ну, энергайзер будет, ну ладно. Стоит отметить снова Куайя через фейзы, то есть он гаст маршер и хочет собрать темпы. Ну, кстати, да, полюбил как-то гасты на темпы. Ну, это тематика обычная инт команд, по-моему, там многие темпы собираются через такой мобильный фейз. Ну, типа, сквозь крипов прорваться. Бежать, бежать, варить, варить. Какой-то такой, я думаю, план. Запушил и ФФчик с командой вверху. Т1 на Т1 уже ребята поменялись. Хотя, коты снесли пока только один Тауэр, а Айсы уже два. Скорее всего, коты хотят и второй подбить хотя бы. Но темпы с инженером решили отойти. Хотя у Арахна есть энерджайзер, можно было бы остаться. Но ТП-шки бы среагировали. Ну, я думаю, что только увидеть сразу энерджайзер пятка, ура! Вот так как-то. Нужен, конечно, 6-й левел инженеру. Мо приобрел этот важный 6-й левел, который может засейвить. И вообще-то феерическое багажство. У Адро, он купил мидеру банку, что ли? А нет, банка мидерская все-таки. Не показывает, видишь, все-таки, да, чужая банка не показана. Почему-то иногда глючит. Вот они сейчас передают друг другу банку. Она, наверное, через курицу выложена была и отвязана в господстве. Ну, это по-любому фраг. Тут как не отмахивайся, а кто-нибудь додобьет. Равинор говорит, ну, наверное, я. Подходит и делает ласт хит. Ну, стомпо-ромпа. Да, и на мидер 2 спушится. Стомпо-ромпа так-то керри, ему можно. Массера у них инициатор, я так понимаю, да? Стомпа, в общем-то, хардкерит в основном. Ну, как будто, как семи керри. Я имею в виду вообще по ролям людей, не в плане этой игры. Пытаются отбиваться. Разошлись. Не дав бабулсу хорошо ультануть масштабно. Арахна. Нет. Минотаврик, кстати, отвлек внимание. Так-то очень неплохой въезд от ворона по-двоим. Продолжение отравено. Раз ультуха есть. Должно быть что-нибудь и будет. Сразу 2 кила. Да, еще остался бабулс, въехал. Сейчас может умирать бабулс. Будет. 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 А чем он идет? Ну, есть. Ну, он даже не езжать, кстати. Есть лакинг сприт. Ах, папа! Ты представляешь. Не зацепил бабулса. Мог зацепить еще и бабулса станом. Тогда это было бы вообще зло. Но айсы сейчас сделали очень несколько критичных фрагов. Еще и Тауэр. Это 5000 голды. Это принесло команде Легиона. Нет, уходят. Я думал, что может еще с крипами каким-то еще и Т2 там. Попробуют помассажировать. Но... Нет. Не решились они. Ревенор без мана. А нет, смотри, пошли. Хороший въезд. Зажал стенку двоих. И там хага. Ну вот Микки Ман реально мне нравится его игра. Вот. В каждой игре он так... Мне очень нравится его игра. Почти как наш новосибирский фарвард. ПК-шка летит. В сторону какого-то там Ревенора. Полторы тысячи голды у саппорта. Это просто наверно там... Боже, Адро сейчас вообще не понимает, что делает. Всю игру бегает. Вот две игры, три. Три игры со свагами. Сто гп. А пацан бегает. Это сейчас такой, блин. С тем мы, батарейка. Непонятно, куда столько денег девать. Да, просто у него так лежит. Мы просто видели вардвард. Ой, ой, Ревенор. Мы видели вардвард батарейка. Ревенор запрыгнул. Инженера, но это, конечно, надо наказывать, потому что так далеко он зашел. Баблус через одна. Секунду, да. Да, да, и Баблус культует. И Ревенор. Ну, выблинкнуться уже не получится, но демаж достаточно мало. Хотя с Пеблусом, конечно же, хватит. Артмастер тирает фраг. И на топе ФФ убирает. Фараона забирает. Фараона убирает. Убирает разарму его. Хага 2000 голды, это сейчас, ну, да. Даже два этих классных фрага. У вас здесь фрага, это уже Лайбренд, да. Да, Лайбренд. Не то, чтобы сильно спасли по голде, все-таки 4000 отставания еще есть. Да, ФФ выходит на Game Interplay, это будет Firebrand. Что темпостом намечается? Темпост? Темпост, мне кажется, пока здесь не будет. Да, это уже Астралаба 90%, это же Боря. Ну да, Астралаба и потом Шранкинг Хэд, мне кажется. А потом такая-нибудь толкалка, ПК. Барьер, я думаю, потом. Да, Барьер. Но ПК он явно будет приобретать очень поздно, либо вообще, мне кажется, не будет приобретать. Да. Тут инициация скорее Баулса, чем его. Даже скорее Араха. Смысла нету, потому что, в принципе, если в тебя въезжает Фараон, то это прожимается ПК и крутится, естественно, кто там набегающий. Кто приехал, да. Но Шранкинг критичен тогда, конечно. Да. Против вот этих вот типа Пьебулсов инженеров. Ну, в смысле, против Пьебулсов, против Фараон и Красс. Но, в смысле, если он внутри, если он летит в тебя, то там Шранкинг как бы не важно. Ну, тут много, спектр для приятия решения достаточно большой у темпоста. Ну, да, если, конечно, брать в учет там. Я приобретаю ПК прыгаю в пятерых кручок, конечно. Ну, тут иди сюда, тут и Бабулса разбегаются максимально качественно. Не знаю, по темпоста я тоже не думал, что поставить. Разменивается Т1 от команды на топе на миде. Ну, отыграли, по крайней мере, экспы нормально, 2000 экспы отыграли и почти 2000 голден. Ну, вверху Т1 уже упал, тут пока. Не сильно быстро. Ну, вот такие, как бы, размены для Хеллборна, в плане того, что, ну, вышки невыгодны, мне кажется. Потому что вот такая масса, которая сейчас просто вот прет на этот Таурон, вот сейчас Таурон летится просто за 5 секунд. Ну, и у Офелии уже все есть, кстати. Топ-1 ГП, а Марк Тайгер. Хеллборн такого позволить не может. Много хила и много армора. Ребята идут и не теряют крипов. Нет, все-таки будет деф, я думал, будет заход на Т3. Мне кажется, это только Хага. Ой, не задинает, не задинает. По Хаге неудачный блин от Массера. И ПК, ой, ТПшка была потрачена на прилет сюда. Да, это будет суть Хаге, конечно. Да, это я считаю. Ой, Офелия, хорошо, будет блин. Будет блин, выживает. Какая хорошая ульта от Офелии сейчас. И контр-виз от Ворона вместе с Равинором и Хагой. Они делают эти опять 2 ценнейших кила. Стомаромпа, Стомпаромпа. Опять накерил очень не слава. 420 ГПМ после этого удачного похода уже на Равиноре. Что дальше нужно покупать так-то, кстати? БКБ? Равинору. Равинор это будет... А, Портал Кей есть уже. Это будет на Равиноре. Уже дважды он его... Я думаю, БКБ. Я думаю, БКБ. Боже, и Офелия цепляет. Ну, Офелия точно умрет. Пебус с дабл дамажем. Хотя она стилилась и дала возможность Мастер Амсу со своими крипами вместе. Ой, ребята, еще и Пебусу смогут зацепить. Конечно же, это будет... Пебусу и, конечно, смерть дабов. Конечно. Боже, хорошо, очень хорошо. Айс отыгрывают. Очень хорошо. Прямо их забрали. И за Офелия. Больше даже 50 или 60% успеха, конечно, в Фараоне. Очень хорошие ульты. Много классной игры от него. Ну, и Офелия тоже нельзя недооценить. Классная очень игра от Хитайгера. Много вовремя хорошие ульты, которые он дает. Да, и достаточно классный фарм, который позволяет сейчас... На лоу-граунде один тауэр оставить только. Насколько влели в Хагу. И, как бы, получилось вес по Хаге. И два кила с другой стороны. Какой-то байт от Хага. И купила с Сакрифишал. А с Сакрифишалом она конкретно плотнее как раз против той же Арахны. Поэтому, собственно, это решение и возможность спасло ей жизнь. Да, это решение было, скажем, не только его, а как бы тиммейтов, наверное, сказали пацанам. Ну, с другой стороны, два армора странно, да? Есть и арморные ботинки, и... Так они с Сакрифишалом. Ну, нет, не с Сакрифишалом. По-моему, нет. А, по-моему... Сакрифишалом не... По-моему, нет. На крипов, в смысле, две ауры вешается? Да. Ну, чё. Скоро увидим, я уверен. Ну, я, по-моему, собрал на Филе и Сакрифишалом. Мне тоже кажется, что аура... По-моему, аура одна и та же, и в этом... Да, одна и та же, да. И в этом плане... Да, ну, мы вроде практиковали. Сакрифишал вешает ту же самую ауру, но при этом имеет другой кулдаун. Значительно более выгодный, чем арморные ботинки. Ну, в общем, эффект не меняется. Скоро увидим, но, по-моему, аура одна. Но, всё-таки, приехал. Это не важно. Хага собралась себе. Себе этот Сакрифишал. Чтобы быть тупо толще. Ну, и Хага вообще известный контрпушер. То есть, часто они будут с Афелией на разных линиях. Поэтому, ну, тоже... Это правильно. Единственное, что не понимаю, почему ребят не носят по две ТП-шки. Как раз вот на такой случай, как сейчас с Арахной. Чтобы не оказаться вдруг без ТП-шки. Ну, ну. Снова пуш, но аура только одна. Афелией в лесу. Кстати, даже не бафает. Даже не бафает. Не знаю, почему. Да, конечно, очень быстро сносят вышки. Это Сонар от Хаги, второй скилл от Моа, Зелёнка и под Афелией. И не бафает армор всё равно, почему там Афера. Хотя, крипов вперёд с армором мог бы отпустить. Коты допушить Таурна не смогли. Блин, ну, мне кажется, что тут всё-таки Равинор... Ест въезд от армора. ...перекерит. В крипов попал, да. Равинор перекерит Арахну, я даже боюсь. Мне кажется, что такой шанс есть. Но, с другой стороны, есть Темпост. С пеблсом тоже круто. Равинор в лете, конечно, жёсткий. Он просто... Такое зло он просто. Да, это может даже быть, если, допустим, КД играть, он высосал весь урон за счёт вот этого доп. урона. Там просто по 250, там, может, да? 240. Вносить. Пьюрой, пьюрой. Да, просто пофиг на всё. Очень сильный герой. Практически пьюрой. Ну, конечно, Magic Death от него помогает, но столько Magic Death он никогда не соберёшь. Это Равинор, это выход либо на Скаде, либо на Довбрингер. Не знаю, что это будет. Прекрасно, всё-таки Скаде, кто будет, да, чтобы более плотнее быть. Ему незачем, да, он Брингер, по моему мнению. Ну, чисто для фарма. Фарма распилю. Ну, да, он Брингер классно на этом. Манна не окончается, но я думаю... Ну, с банкой типа, да, с Интовой и Ватиной. Ну, здесь есть Офелия просто. Зачем мне? Офелия зальёт. А с Фроствулхом, конечно, будет трудно. Мне кажется, тут пошла подготовительная работа. Всё, Конгору пошли. Да, вот, подготовительные работы завершились. Да, вот это, конечно, фикс Пэбблс, а он не забирает у нас прокаста крипов, оставляя там, сколько они, 20 хп. Своего, это, конечно, печально, что приходится добивать. Значительно менее удобно формиться. Да, да. Всё так же не бафает Хага. Армор Крипам, Бабус просветил, Конгору известен, но действий не предпринимать. Вот, баф, две ауры. Нет? Нет. Перебил. Перебил. Перебил аура. Да, лава, аура. Не аура, а активность Киллафелия, и он перебил просто Саэпис. Заменил на то же самое. Достанет ли фараон эту логичную? А, тут Хага, просто отогнали. Нет, там аппелий сапог закончился. Даже, я скажу так. Там 15 секунд он действует, 30 секунд кулдаун. Не, ну да, у Сакрифиша не заканчивается он вообще, но у Хага и так не особо его бафает. Брезгует, на крипов вообще не даёт. Но, с другой стороны, ребята, может выгоднее, чтобы линии сейчас были ближе к ним. Им нравится фармить, и у них это пока получается 6... 907 тысяч, 7 тысяч голды выиграет уже. Так, так-то прилично для мидлгейма. Равенор, типа, домой был отправлен или что? Нет, это второе. Архитайгер был в крипа. Ну, скоро этот процесс. Ну, просто ещё уже видели, как Архитайгер фейкает второй скилл своих пацанов. Ну, кстати, сработало. Было и сработало. Есть арбуз, и не хватает немножко до... 150, 120, да не хватает буквально. Это геометра. Но спасёт ли он... Геометр спасёт немножко от Равенора въезда. Снимать замедление спасёт. Но с фараона... Додхаги снимать спасёт. Выпрыгнуть иногда из коробки фараона даст возможность. Вопрос, выпрыгнет он ли... Ну, тут же такое винрейт далеко не собрать. Будет даунбрингер всё-таки, Саша-Яша. Допан, вперёд. Вот, Допан, собьёт вторым скиллом, конечно, храги. Тимур, вот, вся цель – это выпрыгнуть с ульты, конечно. Ну, не с ульты, а с второго скилла от злобного фараона. Со стенки фараона. Со стенки фараона был с оттанк таблеткой, поэтому выталкивать уже есть кому. Да, и у темп стейл. Темп стейл. Да, не будет здесь. Значит, больше ранкинхед в следующем. На этом нам темп стейл. Диаметр АЦТФФа. Хага. Фараон на варде светится. Хага, видимо, за 200 приобрела Шарикса, и сейчас будет 800 монет, это будет книжка. Да, Гриборчик. Ну, да, уже есть 800. Как-то недостайкивают эншентов, обычно Айс этим часто увлечены, им нравится обычно крепать. Ну, и пушить нравится еще больше. Вот они вообще очень активная игра, мне это нравится. Конгоров не пропускают на линиях, не засиживаются. Ну, пришли уже, значит, хайграунд. Вот такое простое практика. Мне кажется, что фараону было бы неплохо. Все-таки тут барби. Есть несколько худышей дамажных, тот же. Ну, да, конечно же, с приобретением двух толкалок, как-то я даже не знаю, инициация фараона может как-то, ну, крах понести. Потому что это будет какой-то въезд, будут толкалки, и потом вот, может, даже контр-въезд хороший от Хеллборна. Ну, вопрос, крутить фараона все равно пока никто не может. Поэтому контр-въезд будет такой, баблсо-пеблсовый. Такого прям въезда, что двоих закрыл, все, два пацана стоят, ничего не могут сделать, такого теперь не будет. С приобретением двух толкалок. Видят Офелию, но ничего не будет. Офелия собирается в сотом. Глоустоун взяла. Ну, это вообще-то крутая тема. Ну, да, там 30 секунд кулдаун. Особенно на 16-м 20. Нет, 30 секунд всегда. Всегда 30? Да, всегда, независимо от 11, ты левел 6, на 16. Если ты не приобретешь, то это это. Ну, окей, 30 секунд это серьезный аргумент. Это до файта, во время файта, после файта. Да, 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 боже. Кроме, за файт два раза спел в ножи. Фараон свитится на ворде. Его как-то и не хотят встречать, почему-то. Фараона почти 2000 денег, что же он будет приобретать. Орбит армор. Да, вазаран. Ну, хорошо тут у нас смотрится, хорошо смотрится. Да, и брони у него 11-7. Это же, даже пока тарахнул, ты пашевец, значит, включил. Орбит арморные ботинки, а где же арморные ботинки? А вот, нет, это арморные ботинки. Нет, это младерляд. Нет, это арморные ботинки через три. Через две. Давай. Одну. Жми. Жми. Нету крипов уже, на которых это можно набафать. Есть еще свои арморные ботинки со следующей пачкой, видать. Не хочет видать со следующей пачкой. Не знаю, даже если знают, что перебивают, то они живут по очереди. Арморные ботинки перебивают. Оба висят. Нет. Нет, у меня на ботинках... Но на ботинках армора нет. Да. Почему-то на ботинках тогда нет армора. А если просто баф без второго... Не показывают. Не показывают, я не знаю, почему. В общем, это все надо. Но ходили слухи, что... В общем, короче, вот. Что-то непонятно. Да. Ну, прессингуют. Прессингуют мидллайн и тут у Таура осталось 355 всего на всего хиллс поинтов. Да, и почти 10 тысяч голды дают о себе знать. Если просто посмотреть на саппортов. Этот мост, толкалка, с батарейкой большой. Бигба да батарейка. Бигба да батарейка. И бедняжка. А вот и Равинор въезд по Арахне. Арахну сразу снимает себе все бафы. И продолжение будет ли какое-то. Равинор смог выгнать, но не сильно. Самому, в общем-то, и больнее. Бабус хорошая ульта. И фараон, возможно, умрет. Неплохо он треницинировал. Просто отвлек всех, но умирает от этого. Хага забирает инженера. Но не очень удачно. Но это будет темп все равно смерти. Но все равно даблкил, да. Даблкил для Хаги. И все равно минус мидллайн. Арахна, конечно, выходит на инвиз. Выкупов не будет, но втроем дефа четверых будет тяжело. Без фараона, в принципе, запушить реально абсолютно. Въезд по мастерамцу. Мок, достаточно живучий. Сразу пытается Арахну, ребята, забрать. Но, наверное, Пебус интереснее. Тупо мягче, мягче. Так, больно бьет Ревенор. Замедлять хочется Арахну. Замедлять хочется Арахну. Хага, есть, забираетесь. Но тут еще токен вообще-то. 38 секунд. Можно было бы даже его и... Я думаю, не хочется отдавать его Массера. Ребята, забрали. Забрали мидлайн у котов. 16-7. Айс. Уверенно держит преимущество. Хага наглеет просто за токен. Просто наглеет за токен. Это будет... Не, не будет, я думаю, даже фарага на инжене. Я просто отойду. Ну, токеном 27 секунд было. Да. Хага. Я делаю тпшку. И еще раз сейчас появится. И так, и так. Дабл фонтан. Есть 3600 денег. Это, наверное, будет выход на... Шранкен хэд. Нет. Хекс. Нет. Что-то все это мне не нравится. Ни Хекс, ни Шранкен мне не нравится. Хотя Шранкен ему нравится точно. Все-таки инженеры эти с пеблусами и баблусами. Да, да. Это будет Шранкен. Наверное, будет Шранкен. 60 копеек. Да, есть деньги. Есть Шранкен. Вменьшает Клая. Вбивает. Блин, Родавинот, конечно, пилит очень болезненно. 16-й левел, когда возьмет, будет еще страшнее. Выходит тоже на Шранке он после Саши Яш. Да, решил не собирать там Брингер. И сразу выход на Шранкен хэд. Сейчас 3-й босс. Веблс видят. Есть фараон. С даблдомжем Хага, конечно же. Это просто без вообще молча, без особых страданий. Да, Пабл сделал ТП и левнул. Это просто ГГВП. ГГВП и победа команды Айс. Ну, прямо скажем, уверенная. Такая. Взяли, принялись, продолжили, нажали. Все сделали. Все сделали для победы. И особо не умирали. Хорошо фармили, много пушили. Это дало достаточное количество денег, чтобы все чувствовали себя уютно. Да, и даже если сравнить Моа с Энжи, то тут вообще небо и земля. В два раза больше ГПМ у Мастера Вармс. Столкалка из живучей, зараза. Выходил даже уже на Энерджайзер. Но, впрочем, это лишь первая игра из Бестов 3. Правда, последнего Бестов 3 сегодняшнего дня. Гарена Инвайткап продолжится еще как минимум одним матчем. И он уже создан. Поэтому, надеюсь, что без длительных пауз мы в него сейчас ворвемся.